Сегодня мы с вами поговорим о подготовке виноградных кустов к зиме. Поговорим, что делать, если мы столкнулись с такой проблемой, как все-таки плохое вызревание лозы. А у нас уже середина октября. И разберем работающие и неработающие методы. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Итак, у нас середина октября и, конечно, к этому времени идеально, чтобы у нас вся лоза была зрелая. Но, к сожалению, не всегда бывает так. И бывает, что на каких-то кустах лоза зреет плохо. Причина этому может быть превеликое множество. Как минимум, этот сезон это майские морозы, а потом на некоторых участках еще июньские морозы. А у нас еще на территории Беларуси, хотя я думаю, что средняя полоса России имела примерно такие же проблемы, еще и прошлый сезон, прошлая осень тоже внесла свои коррективы. Поэтому проблема может быть. И наша задача не одевать короны и тыкать пальцами, а вы там неправильно растите. Наша задача эти проблемы решать. Так вот, смотрите, у нас середина октября. В идеале все должно быть вот таким. Смотрите, еще такой пример. Вот один и тот же куст. Вот у нас есть лозы зрелые. Есть лозы не совсем зрелые. Это не страшно. На кусте нам надо хотя бы несколько вызревших лоз, которые мы оставим на следующий год на плодоношение. Поэтому, если у нас вот такое частичное вызревание, ничего вообще страшного в этом нет. Другое дело, если у нас вот так. Хотя здесь процессы вызревания уже начались и вполне могут завершиться. Чуть позже об этом поговорим. Это прививки. То есть даже здесь не все так страшно. Смотрите, здесь вызревание лозы так себе. Но тоже вот это не критично. Еще все может успеть дозреть. Это пинонуар, клон ранний. Но, наверное, в июне, даже, может, не в самом начале, он только стротовал. Поэтому вот такая ситуация. Вот этот куст подмерз и поджировывает. То есть вот с таким, ну, в идеале, что-то сделать, как-то ему помочь. Что делать, сейчас поговорим. И еще немножко для понимания процессов вызревания. Школка один и тот же сорт. Ай-яй, лоза зеленая. У вас лоза не зреет. Смотрите. Вот это. Вот этого же черенка. И она вызрела здесь. Ну, почти на метр. Рядышком второй. Повторяю, один и тот же сорт. Нижний побег зеленый. Ай-яй-яй, что ж вы два оставляете? Так надо. Верхний. Ну, вызревания есть. Этого достаточно. Ну, вот вам, пожалуйста, черенки с одного и того же куста. Один и тот же сорт. Вот так по-разному он может себя вести. Абсолютно в одинаковых условиях. 10 сантиметров между. И вот еще пример. Это тоже наши саженцы, которые пойдут на Амаде на тот же сорт. Видим разницу в толщине лозы. Но вызревает. Вот этого нам будет достаточно. Что одного вызревания, что другого. Но. Вот такое вызревание, вот такой рост. О каком уходе мы ведем речь. Да. А рядом вот другой сорт. Технарь, кстати. Вот это монарх. Технический сорт. Вот вызревание сантиметров на 40, даже больше. И вот какое. Вот. Все рядышком. Для чего я показываю вам такие примеры? Чтобы любой начинающий виноградарь понимал, что растение, как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, иногда живет своей жизнью. Да, наша задача ему помочь по мере нашей возможности. Ну, бывают, скажем так, форс-мажорные обстоятельства, да, обстоятельства непреодолимой силы, когда растение ведет себя не так, как нам бы хотелось. Так бывает, и с этим надо просто смириться. Ну, и в то же время знать, чем мы все-таки в такой ситуации можем ему помочь, чтобы получить нужный нам результат. Итак, проблема есть. И что делать? Смотрите, калийная подкормка уже сейчас бесполезна. Как по листу? Потому что лист уже работает слабо. И впитывает вот этот самый калий очень слабо. Под корень тем более. Вот когда буквально недавно мы с вами разговаривали про возревание молодых виноградных посадок, и были комментарии, что ну вот под корень же можно лить, корень работает. Вот там я опалил свой виноград. Ни в коем случае сейчас виноград поливать не нужно. Смотрите, у винограда сейчас задача отправить все питательные вещества и воду вниз. Для того, чтобы виноград хорошо перезимовал, надо не только вызревшая лоза, ему надо воду сбросить. А вы ему подливаете, это плохо. Чем меньше сейчас влаги будет, чем более суша будет, тем лучше. И вообще избыток влаги и влага тормозит возревание лозы. И наоборот. Это мы можем наблюдать в засушливые годы, когда у нас чуть ли не в середине лета на некоторых кустиках может возревать лоза, потому что сухо. Поэтому поливы, ни в коем случае удобрения под корень, но это бесполезно, вы делаете только хуже. Дальше есть еще такой способ, как поменять полярность лозы, то есть из вертикального состояния переместить ее в горизонтальное. Да, этот способ встречается в учебниках, но на практике, говорю, это не работает. Это абсолютно бесполезно. Также есть способ закрутить лозу в петлю, но честно, вот в петлю не пробовали, не смотрели, помогает это или нет. Вот, в общем-то, я вам показала пример лозы, вызревание, процессы идут. Сейчас у нас вот был вообще сентябрь, весь обалденно теплый, сейчас похолодало, вот два дня назад, точнее вчера и позавчера у нас даже был легкий приморозок, легкий иний по траве, и сейчас для нас это благо, потому что растению создается стресс, ему погода, природа дает сигнал, и все, пора к зиме готовиться. И лоза может вызреть буквально на глазах. Вот много раз мы такое замечали, что вроде не зреет, не зреет, потом раз моментом. Кстати, для некоторых сортов это очень характерно. Вот лоза зеленая, зеленая, а потом раз, и моментом становится коричневый. Как пример, вот, кстати, я стою здесь рядышком кусте Кальминского. Прошлый год, прошлый сезон, очень холодная осень, очень дождливая, избыток влаги. И лоза зеленючая фотография у меня была, вот я не вспомню, наверное, чуть ли не начало октября. И видно, что лоза даже не такая желтенькая, как я вам показала, а совсем зеленая. И что вы думаете, он вызрел? Мы ничего абсолютно с ним не делали. Но лоза вызрела, мы еще черенки нарезали, мы еще саженцы из него вырастили, да, и у нас остались плодовые стрелки. Поэтому у некоторых сортов вот может быть вот такое вот одномоментное. Но смотрите, какая ситуация. Мы следим за погодой. Если мы видим, что идут морозики, да, то мы понимаем, что вот эта лоза, она у нас повредится недозревшая. И это плохо. Что нам надо сделать? Нам надо ее защитить. Вот мы ее можем спустить, например, на нижнюю проволоку и чем-то прикрыть. Спанбондом широко. Только не саму лозу мы закручиваем, спанбонд, это бесполезно. А спанбондом широко к земле. Все, нам надо чуть-чуть прикрыть вот от этого морозика. Плюс укрытие спанбондом создает, ну, чуть-чуть дает больше тепла. Иногда бывает, что в лозе вот тепла чуть-чуть не хватило. И мы это чуть-чуть тепло создаем, и она там дозревает. Но смотрите, какая ситуация. Если у вас растение, лист абсолютно здоровый, все хорошо, то в принципе это тоже нормально так сделать. Если лист поврежден аидиумом, на нем есть этот аидиум, то в этих тепличных условиях он может еще больше развиваться. И при этом, ну, можно, конечно, какую-то обработку провести, но, опять же, низкие температуры, не всегда это можно, эта обработка может сработать. Можно лист ободрать. Что это дает? Ну, с одной стороны мы убираем инфекцию, с другой стороны, смотрите, лист, конечно, для растения это обалденно классно, да, он синтезирует питательные вещества запасные, которые опускаются в корень. Все замечательно. Но сейчас, как бы, если мы лист убираем, мы создаем растению стресс, очень сильный стресс, и он начинает выделять гормоны. Да, у растений есть гормоны, и вот выделяются гормоны, которые говорят, эй, надо как-то вот нам готовиться, готовиться к зиме, все плохо, да, и лоза начинает вызревать. Агрономы, для тех, кто не знает, это люди, которым платят за результат. И если нет результата, они не зарабатывают деньги. Они знают об этом приеме, и они им пользуются. Даже существуют специальные химические вещества, дефолианты, которые вот этот лист убирают, которые создают этот стресс. Конечно, ну, мы не сторонники использования таких жестких методов, но если у нас другого варианта нету, то можно использовать, тем более, что проблема у нас же не на всем винограднике, да, проблема, например, с одним кустом, и там можно ручками просто этот лист ободрать, а при этом еще укрыть от морозика, и все, и лоза дозреть. Более того, в нашей практике вот два раза мы укрывали на зиму вот такую желтую лозу, как я вам показала. Мы ее не обрезали, но, смотрите, тогда важно укрыть ее, опять же, до морозов. Если мороз прихватит, все, она не зимует. Но если мы такую лозу укрываем до морозов, у нее есть шансы перезимовать. Два раза у нас такое было, один год мы так укрывали галант, и он прекрасно перезимовал, а второй год мы так укрывали каберной кортис. Тоже был один побег, он жировал, он никак не хотел зреть, но мы его накрыли вот такой вот желтенький, и он прекрасно перезимовал, и это получился замечательный рукав. Конечно, это не стопроцентная гарантия, что вот точно перезимует, но шансы очень сильно повышаются. Сейчас наша задача, это просто уберечь от мороза, чтобы не было повреждений. И повторяю еще раз, лоза может дозреть в укрытии. Если, смотрите, если морозов не будет, просто будут низкие температуры, можно вообще ничего не делать, пусть она сама вот себе и дозревает. Если мы видим по прогнозу, что морозик идет, да, нам надо следить за прогнозом погоды, то тогда, конечно, наша задача защитить до момента вызревания. Все больше, как бы, ну, про лист говорила, да, можно ободрать. Мы никогда не использовали этот агроприем, но повторяю, что агрономы, люди, которые работают с большими объемами, люди, которые работают на результат, они об этом знают, и в некоторых случаях при необходимости они это используют. Использовать вам или нет, вы смотрите по ситуации и еще раз повторяю, по погоде. Сейчас мы отталкиваемся от прогноза погоды. И вот все это укрывание и защищание нам нужно, в принципе, только если будут морозики. Опыт прошлого года показал, холодный сентябрь, тоже вот это, а в сентябре уже лоза не зреет, да у вас лоза зеленая, и прочее, и прочее. Все прекрасно зреет. Самое главное, чтобы не было минуса. Но, опять же, если вы считаете, что вот вашей лозе надо дать немножечко тепла, то давайте, прикрывайте, вполне это может поспособствовать вызреванию. То есть тут уже смотрите, опять же, по вашим возможностям, да, есть у вас возможность сделать это укрытие, нету. Ну, по морозам все-таки нужно это сделать, если мы хотим лозу сохранить. В остальных случаях, ваше желание. Нужно ли резать лозу для лучшего вызревания? Нужно ли ее укорачивать? Вот честно, я вам тут не дам однозначный ответ. Мнение очень спорное, мы бы ничего не резали. Но, опять же, смотрим по ситуации, допустим, да, идет морозик, мы хотим эту лозу положить. Ее слишком много, много чего нам мешает. Тогда мы, конечно, убираем лишние части, то, что нам мешает. То здесь мы действуем под, как бы, то здесь мы действуем в своих интересах, так, чтобы нам было удобно, ну, защитить хотя бы то, что есть, и немножко помочь ему дозреть. То есть в таком случае можно обрезать. Если просто вот так вот лоза висит, мы бы ничего не делали. Вот я вам показала там желтые лозы, да, кустик поджировал, вот так он и будет там сидеть, да, мы ничего с ним делать не будем. Уже если будут какие-то эти действительно глобальные морозы, тогда мы посмотрим, возможно, укроем. А так вполне вероятно вот эти перепады температур туда-сюда поспособствуют вызреванию, и все будет замечательно. На этом я с вами прощаюсь, желаю хорошего вызревания, хорошей зимовки вашим лозам. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды, и наши контакты. И до новых встреч.